Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплицы социальных технологий. Итак, мы в целом разобрали ОБС. Несмотря на два урока сразу скажу, что это поверхностное рассмотрение. И к ОБС я еще вернусь. Но сейчас все-таки сделаю все правильно в YouTube и покажу, как запустить трансляцию через ОБС в Facebook и Вконтакте. Итак, начинаем с YouTube. Все ваши трансляции, прошедшие и предстоящие находятся здесь. Контент, трансляции. Вот этот значок открывает доступ к трансляции, но непосредственно эта трансляция запланирована через веб-камеру. То есть ОБС-ку тут не прикрутишь. Она, кстати, уже просрочена. А вот трансляции, к которым можно прикрутить ОБС, находятся здесь. А вот необходимый ключ. Эта трансляция не запланированная, а значит, как только вы запустите ОБС, запустится прямой эфир. Запланированные трансляции находятся у нас вот здесь. И здесь же можно запланировать новую. Для того чтобы запланировать трансляцию не нужно проходить весь путь с творческой студией, контентом и трансляциями, а достаточно нажать здесь на начать трансляцию. Это новая, это запланированная. Можно взять настройки из предыдущей или задать новые. У вас тут должен быть открытый доступ, об этом я рассказывал. Здесь дата и время, превью, превью советую делать и желательно красивое. Видео не для детей. Название и описание. Описание тоже, кстати, советую добавлять. Помогает в продвижении. Категория. Не знаю, кстати, на что это влияет. Задержка трансляции. Время, с которым запаздывает сигнал. Я всегда ставлю малую. Это золотая середина. Субъективно это где-то секунд десять. Ну то есть все, что вы снимаете, зритель увидит через десять секунд. Задержка в принципе влияет только на время появления комментариев. Если вы не планируете общаться со зрителями, как пишет YouTube, можно ставить стандартную. Чем больше задержка, тем ниже вероятность ухудшения качества и обрывов сигнала. На малой у меня проблем с сигналом никогда не было. Можно включить автоматический запуск и автоматическое завершение. То есть как только вы запустите трансляцию в ОБС, она автоматически запустится здесь и остановится соответственно при остановке там, но я этим не пользуюсь. Страшно как-то, а вдруг не запустится. А вдруг не остановится. Лучше все контролировать самому. Ну и в целом все. Вот здесь ссылка на запланированную трансляцию. Ее нужно расшарить в своих соцсетях и ждать часа че. За двадцать минут до его наступления, можно и сразу, но я делаю за двадцать минут, нужно скопировать ключ, вставить его в ОБС. Не помню, что стоит тут по умолчанию, но вам нужно выбрать YouTube. Вообще тут очень много предустановленных платформ, куда можно стримить. Вот, кстати, Facebook. Сейчас мы к нему перейдем. Так вот, много предустановленных и есть еще настраиваемый. Это, кстати, мы тоже сейчас разберем. А нам тут нужен YouTube. Сюда вставляем ключ потока. За пять минут до эфира запускаем трансляцию в ОБС. Зеленый квадратик появился, значит трансляция пошла. Переходим в YouTube и ждем часа че. В мониторе показывается видео уже с задержкой. То есть в принципе можно начинать эфир, даже не дождавшись появления в нем сигнала. Но лучше не рисковать. Дождались сигнала, запустили эфир. Не забывайте, кстати, нажимать эту кнопку. Я однажды забыл, минут пять сидел и общался сам с собой. Если сомневаетесь, работает ли, можете, например, поменять тут кадр. Дождаться, пока он поменяется в мониторе. Поменялся, все нормально. Можно запускать эфир. Момент запуска сложно угадать. В принципе, сразу после нажатия на кнопку. Но иногда может быть задержка. Секунды две-три. Поэтому можете сидеть, улыбаться, секунд пять, на всякий случай. Все, завершили трансляцию. Теперь она у вас уходит из запланированных и запись трансляции перемещается в контент трансляции. А вот она. Трансляция в ОБС все еще идет, но уже в никуда. Останавливаем. Так, с YouTube понятно. Теперь разберемся с ВКонтакте. Видео, создать трансляцию. Про это я вам уже рассказывал. И как раз на примере ВКонтакте посмотрим, что такое настраиваемый вещание ОБС. Копируем URL. ВКонтакте у нас нет в числе предустановленных, поэтому выбираем настраиваемый. Отличие только в том, что здесь нужно указать адрес сервера. То есть вставить URL, который мы только что скопировали. Ну и также копируем ключ. Вставляем. Применить. Ок. Особенностью ВКонтакте является то, что здесь нельзя начать трансляцию раньше запланированного времени. Ну то есть может и можно, но я не понял как. А ВКонтакте не пользуюсь для проведения стримов. И может быть не знаю всех тонкостей. Но вроде это и несущественная деталь. Зачем вам начинать раньше? Точность, вежливость королей. Запустили трансляцию за пять минут до эфира. Перешли во ВКонтакте. Время вышло, вы в эфире. Меняются ли кадры? Да, меняются. Запись завершенных эфиров у вас попадает в видео. Последнее это Facebook. Запустим на странице. В прошлый раз мы использовали камеру. Теперь будем использовать ключ трансляции. Копируем. Настройки. Вещания. И находим здесь Facebook. Вставляем. Применить. Ок. Все. Трансляция пошла. Так же с задержкой. Ну и дальше оформляем и выходим в эфир. До нажатия этой кнопки вы разговариваете сами с собой. Не забывайте об этом. Соответственно на этом с эфирами все. Бессмысленно показывать остальные платформы. Куда бы вы не хотели запустить стрим, вам просто нужно найти ключ потока и URL в случае, если платформы нет в предустановленных в ОБС. А дальше все вопросы с эфиром вы решаете уже в ОБС. На платформу вам нужно будет зайти разве что за тем, чтобы получить комментарии и завершить трансляцию. Казалось бы на этом все. У вас в руках все инструменты. Но что делать, если вы хотите запустить трансляцию сразу на несколько платформ? Об этом вы узнаете из следующего видео.